Попробовать свои силы в торгах на валютном рынке теперь может каждый. В Беларуси начала работу первая банковская Форекс-площадка. Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, здравствуйте. В чем заключаются новые возможности? Добрый вечер, Сергей. С помощью этой площадки клиенты получают прямой доступ на рынок Форекс, в том числе к котировкам на прозрачных условиях. Интересы трейдеров защищены законодательством, а гарантом выступает один из банков, который уже заявил, что в случае удачных для клиента торгов сможет вывести 95% средств в течение одного рабочего дня. Организаторы рассчитывают, что к концу года на площадке будут активно торговать около полутора тысяч трейдеров. Минимальную зарплату за июнь проиндексируют плюс 5,4%, и таким образом величина вырастет с 230 рублей до 239. Установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии индексируются в такой же степени. Напомню, минимальная зарплата – это государственный социальный стандарт. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда. Белорусско-словацкий бизнес-контакт нацелен на новую высоту. Первым и самым важным шагом страна-председатель в ЕС считает упрощение визового режима. Участники крупного форума в Витебске также обсудили сотрудничество в энергетике, машиностроении, деревообработке, фармацевтике, сельском хозяйстве и туризме. Кстати, именно это направление видится для бизнес-кругов одним из ключевых. Белорусский рынок интересен тем, что близость культуры, близость языка, близость понимания жизни как таковой. Белорусы, как я уже говорила, любят Словакию, потому что, во-первых, она не так далеко. Вот если взять почти соседей. Белорусские санатории уже анонсируют скидки к бархатному сезону. В планах на это время установить цены, датированные началом года. Сейчас же средняя стоимость стандартного номера на одно место составляет 48,5 рублей, тогда как в январе 41 рубль. В прошлом году выручка белорусских санаториев составила больше 100 миллионов долларов. На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Курс доллара продолжил движение вниз. Американская валюта стала дешевле на 77 пунктов. Российский рубль тоже сдал позиции, а евро, наоборот, подорожал. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики.